Девушки отдыхают Тебя не уйти, Оскар! Нет, посидите! Мы не можем просто так умереть! Проваривайте! Тёмной ночью яркая луна освещала пустынные улицы Старой Вены. Пустынные? А вот и нет. Мне даже кажется, что здесь кто-то что-то замышляет. Ребята, ты ещё не спишь? Что это ещё за шум? Что она опять там придумала? Эх, молодёк! Ищековый! Перестань! Перестань! Хватит! Нет ничего лучше пчелиного воска, друг Бай! Это гениально! Ты блестишь, как новая монета! Да, пчелиный воск – это единственное, чем я пользуюсь из косметики. Блестеть, конечно, хорошо, но тебе не хватает немного энергии. Вот так. Думаю, это поможет. Вау! Выглядит классно, детка! Может, после Оскара меня подкачаешь? Продолжай полировать, Эрик. И, кстати... Да? Что? Больше никогда не называй меня деткой. Ну, ладно, ладно, дед. Ой. Внученька, что ты делаешь с Оскаром? Привет, дедушка. Тебе разве не пора спать? Яйца, курица, очередь, ну и ну. Что ты делаешь? Не волнуйтесь, господин Демоль. Они решили привести меня в порядок. Да, с помощью этого чудесного пчелиного воска. А я делаю апгрейд его жесткого диска. Посмотри, я подсоединила Оскара к компьютеру. Как мило. А теперь переведи, что это значит. О, да, я понял. Ты хочешь использовать клавишу Оскара вместо клавиатуры, да? Правильно, дедушка. А теперь проведем испытание. Оскар, открой рот пошире и скажи «бах!» «Бах!» Видишь, дедушка, я перекачиваю музыку со своего компьютера в память Оскара. Ну, не круто ли? Слышишь, старый башмак? Теперь у тебя есть память. Кто бы мог подумать? Я надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Расслабься. Ты же знаешь, я забавлялась в компания, еще когда диски были мягкие. Готово. Не может быть. Прикольно. Я наполняюсь музыкой. Сколько, ну, какое странное ощущение. У него рука Генделя, мелодика Амадеуса, изящество Бетховена. Что с тобой такое? Ты сейчас лопа руку падешь. Осторожно, ребят. Осторожно, скорее, вытащи из него провод. Он нагрелся. Не получается. Он припаялся. Не могу вытащить. Поднажмите. Оскар, ты в порядке? Ну, думаю, что да. Хотя мне кажется, что я перебрал с симфониями. Я так сильно себя чувствую. Если честно, пятая симфония Бетхомена как-то не пошла. Надо было сныться на второй, потому что остальные три очень крепкие. Оскар, это ты, прости меня. Это-то-то-там. Там кто-то пришел. Скорее, прочти Оскара. Наверное, его услышали. Вокруг чего такая шумиха? У Оскара передозировка музыкой. И сомнительные личности околачиваются у нашей двери. Оскар, это неразумно. Ну, кто там, черт подери, что вам надо? Прошу прощения, что беспокоил в столь поздний час, господин Бенмоль, но мне надо срочно с вами поговорить. А сходи вы знаете мое имя? Мне опасно оставаться на улице. Пожалуйста, впустите меня, не желая вам зла. А почему это я должен вам верить? Я знаю, что вы прячете в своем подвале Оскара и другие инструменты, а также то, что ваша внучка замешана в этом деле. И тем не менее, я пришел с миром. Вы можете мне доверять. Пусти его, дедушка. Ребекка. Прошу вас, ребенок прав. Ой, чувствую, что еще пожалею об этом. Итак, кто вы такой? Ах, я результат неудачного эксперимента. Как вы сами можете в этом убедиться? Ну, вы же... Да, вы же... Да, я маленькая пчелка. Но мои друзья зовут меня Рэк. Пчела вошла в дверь. Почему она не влетела в окно, как и все? Ух ты, привет. Значит, это и есть знаменитый Оскар. Да, да, это он. Только он не совсем в себе. Я тоже бедняжка. Ой, мне становится хуже. У меня бред, галлюцинации. Что с вами сделали? Вы же огромный для пчелы. Да, расскажите на вашу историю, друг мой. Честно говоря, я всегда был крупнее моих ровесников. Еще вчера я мог садиться на цветы, и они не подламывались подо мной. Ну, так вот, я пылял цветочек на лугу, как вдруг. Ха-ха-ха-ха. И вот и пчелка, и банка. Ха-ха-ха. Через некоторое время я оказался во дворце Модратуса Окусом. Ну что, на каждом табурете по пчеле? Вот осталось последнее ваше превосходительство. Мудрозум, думаешь, наш план по увеличению пчел в размере сработает? Ну, конечно, как и все остальные мои экспер... Ну, в общем, ваши эксперименты. Мы знаем, что Оскар использует пчелиный воск для красоты. Насекомые, почувствовав его аромат, приведут нас прямо к этому проклятому фортепиано. Ха-ха-ха. Давай, давай же, начинай. Ищай эту адскую машину. Нет, стойте. А-ха, перестаньте же. Сейчас же перестаньте. Перестаньте. Да фантастика, пять воинов. Благодаря им я достигну своей цели. Наконец-то я смогу уничтожить Оскара и его оркестр. И восходно, ваше величество. Боюсь, вы ошибаетесь. Мы добрые пчелки. Мы порхаем с цветка на цветочек. Мы никого не уничтожаем. Что? Что? По своей природе мы очень миролюбивы. Нас мало что интересует, кроме меда и пыльцы. Вот и все. Но хватит. Если кто-то не заметил, я оса, а не пчела. Ха-ха. Ваше величество, почему бы вам не выпроводить этих восковых мемолей? После этого мы сможем серьезно поговорить о делах. Ммм, очень интересно. За баночку варенья я уничтожу любого. Вот так мы оказались ночью на улице. Такая вот история. Я пришел предупредить вас и попросить о помощи. Нужно что-то придумать. Мы должны помешать Мадератусу заключить союз с осами. Оскар, ты снова с нами? Не совсем, дорогая. У меня как будто похмелье. Но все-таки что же замышляет Мадератус? Что-то мне подсказывает, что скоро мы об этом узнаем. А в это время во дворце Мадератуса Опуса шли активные приготовления. Ну вот и все. Мы готовы начать сражение. Мы можем вычислить любую банку варенья и уж, конечно, любое фортепиано, надертое воском. Очень интересно. Продолжай. Я и мои войска не любим растягивать удовольствие. Понимаете, куда я клоню? А вы не успеете сказать, как мы уничтожим любую корзинку и любое фортепиано. Очень интересно. Необычайно интересно. Мы на все пойдем ради банки варенья. Особенно клубничного. Да, на все пойдем ради банки варенья. Особенно клубничного. Лучшиус, ты что, оглох? Принеси большую банку варенья. По рукам. Минуточку, зеленоголовый. Не забудь клубничное варенье. И побольше сахара, чтобы в нем было. Эй, Рэк, далеко еще? Нет, это на противоположной стороне холма. Слушай, Рэк, а можно у тебя кое-что спросить? Да. Кто больнее жалит? Пчела или все-таки оса? Вопрос не в этом, друг мой. Главное, что они обе жалят. Не бойся, Ребекка. Пчелы жалят только в случае законной защиты. Мы миролюбивые. Чего не скажешь о боссах. Мы прилетели. Вот мой дом. У меня в брюшке урчит. Если дела пойдут, так и дальше мы все умрем. А, вот и Рэк. Привет. Познакомьтесь, Оскар и его друзья. Мы попросили тебя сходить за помощью, а ты привел к нам фортепиано. Сбрендил, что ли? Музицировать будем потом, а сейчас у нас другая проблема. Мы не можем залезть в улей. Эдвин попробовал, не смог. Да, Эдвин. Да, я слишком большой. И все время хочу есть. Это правда. На цветы мы тоже не можем сесть. Если в скором времени мы не станем прежнего размера, мы все умрем от голода. Все гораздо серьезнее, чем я думал. Нам нужно что-то придумать и вернуть вам прежний размер. Это еще что такое? Они настояли на небольшом авансе, Ваше Величество. Вы же сказали клубничное, а он принес нам малиного. Да. Если это не клубничное, можешь его выбросить. Вы находитесь в тронном зале, а не на природе. Черт на вас за. Что вы... Мы заключили сделку. Сначала мы съедим столько варенья, сколько захотим, а потом разберемся с Оскаром. Нет, не так. Сначала вы займетесь Оскаром, а потом вы будете набивать свою утробу. Вот что. Мы заберем варенье с собой и намажем его на Оскара. Так у нас будет тост с вареньем. Идет. Ладно, ладно. А теперь за работу. Хватит веселиться. Ну так что, все согласны? Ну тогда мы все полетим во дворец, перепрограммируем аппараты, и вы снова станете прежнего размера. Нужно взять их хитростью. Перед тем, как мы уйдем, друзья, наша королева хотела бы вам кое-что сказать. Рэк, не обижайся, но мне кажется, она такая маленькая, что мы ее не услышим. Я могу помочь. Пусть королева говорит в мой вентиль. Я возьму на себя функцию рупора. От имени моего Улия я хотела бы поблагодарить Оскара и его оркестр за их неоценимую помощь. Надеюсь, ваша миссия будет успешной и мои подданные обретут свой прежний размер. Если у вас будет время, отдайте Модератусу от моего имени пинок под зад. Бз-бзура! 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 Благодарю вас, ваше величество. Оркестр вперед! Эскадрилья, левый борт! Эскадрилья, вперед! Оскар даже не успеет понять, что происходит. Ха-ха! Забавно! Опус даже не успеет понять, что происходит. М-м-м! Фортепиано где-то совсем рядом. Сильно запахло пчелиным воском. Скоро мы их увидим. Хорошо. Очень хорошо. Полетели быстрее. М-м-м! Внимание! Над нами разбойники! Ох! Это не разбойники! Это же... это... Оцы! Стопус наверняка их увеличил. Но погоди, я тебя еще покажу. Вот они. Теперь ты не уйдешь, идиот. И даже твои пчелы тебе не помогут. Приготовиться к бомбардировке! Это Люциус и танк! Ужалить! 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 Еще раз ужалить! Ужалить! Да-да-да! Ужалить! Ужалить! Нужно разделиться! Иначе мы все окажемся в осиной ловушке! Приготовиться к сбросу варенья! О-о-о! 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 Мягкой посадки! Ха-ха-ха-ха! Это же варенье! Вкусно! Рек! От варенья у тебя склеились крылья! Крылья? И мои крылья склеились! Сильно помой еще! О-о-о! Маши крыльями! Маши крыльями! Быстрей! Боюсь, у меня ничего не получится! Попробуй забрать у меня ребенка! Эй! Я уже не ребенок! Я расклею твои крылья! Поздно! Ты не успеешь! Ребекка! Прыгай! Быстрее! Быстрей! Давай! Ты сможешь! Прыгай, тебе говорят! Слишком поздно, друзья! Мы упадем в Дунай! О-о-о! Все в порядке! Вода с мыловареньем! Хватай все за меня, Ребекка! Скрипки отличные, пловцы! Наверное, это потому, что мы сделаны из дерева! Невероятно! А сейчас похож на танк! Ну! Здорово! А где же пчелы? Эй! Мы здесь! Мы можем плавать на спине! Правда, только на одном месте! Все в порядке, друзья! Да, все хорошо! Попробуйте вместе с пчелами добраться до дворца! А я подготовлю спецоперацию! Положись на меня! Ну вот, Оскар! Остались только ты и я! Да, танк! Тебе тоже достанутся лавры! Не волнуйся! Мы оторвемся от них в старой вене! Да, отлично! Сработано приятно! Думаю, нужно вернуться к Улию! И, кажется, я знаю, что делать! Слышите ли вы жужжание, или мне это только кажется? Это Люциус! Он возвращается с Осами, и, конечно же, с Оскаром, или без него, если тот уже уничтожен! Мой план сработал! Мой план сработал! Мой план сработал! Ваш план? Что вы хотите? Узнать плохую новость или увидеть очень неприятный сюрприз? Если второй, то я молчу дала! Да и подумайте, и думаю, что-таки плохой, Сюра. Сюрприз? О, да, точно. Вот вам сюрприз. Да, было ясно, что опуса так просто и возьмешь. Торопитесь, Ваше Величество, время не ждет. Хорошо. Вот ты и попался, Оскар. Все кончено. Я сто раз просил не звонить мне, когда я работаю. О, это вы, Ваше Величество? Возвращайте быстрее сюда! Нас атаковали дьявольские пчелы! А, Людшусь, давай быстрее! Но, Вить... Ничего, но! Быстро сюда! Хорошо, я выезжаю. Мы еще встретимся, Оскар. Королева сказала, что осиное гнездо находится через три поля отсюда. Надеюсь, еще не слишком поздно. А, знаете, Ваше Величество, было бы лучше, если бы я пошел поискать для вас убежище. И как можно скорее. Ты хочешь сказать, убежище для тебя? Будет сделано, Ваше Величество. Ваше Величество! Мне надоело, что ты считаешь меня идиотом! Держи дверь! Хорошо, хорошо. Кто же против? Давайте еще раз. Мы обязательно должны туда попасть. В атаку! О-о-о! Больно! Больно! Скорее, к увеличительному аппарату! Не так быстро воображала всезнайка. Люциус! Люциус и компания, если вы позволите. Поперегись! Портепельяно сегодня летает от низка! Ну, чего вы ждете? Взять его! Быстро! Дернем за рычаг, Ребекка! Дернуть! Не задавай вопросов! Давай! Дернем за рычаг, Ребекка! Негодяй! Взять его! Пустите! Пустите меня! Опустите на землю! Нет! Нет, спасибо, я сам. Оскар, как ты думаешь, что нам делать с этой шайкой? Уверена, что у тебя есть клянки. Надо, чтобы они на себе испытали радости своего изобретения. Нет! Нет! Пустите меня! Нет! Нет! Оставьте меня в покое! Нет! Что вы делаете? Подождите, подождите, подождите. Сделай мид, будто я проходил мимо и не знаете. То есть, Оскар, насколько я понял, все осы и пчелы снова стали прежнего размера. Ну да, да-да, именно так, господин Бемоль. А что стало с Модератусом и его людьми? По моим подсчетам, через неделю они должны стать прежнего размера. Что ты такое говоришь? Почему прежнего размера? Выпустите меня отсюда! Я хочу выйти! Пожалуйста, Ваше Величество, не крутите так сильно жалом. Они по-прежнему наша головная боль, но в течение нескольких дней они будут всего лишь небольшой мигрей. ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПОПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПОПО-ПО-ПО-ПОПО-ПО Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok